Я также говорил, что гибридное приложение состоит из двух частей. Это фронт-энд и бэк-энд. В качестве фронт-энда выступает фактически веб-приложение. В качестве бэк-энда выступает нативный сервис. И для того, чтобы это было единым целым, нужно между этими двумя частями наладить некий мост. И вот этим мостом выступает в Тайзене либо MessagePort, либо WebSocket, либо JS-Bridge-плагин. Это некий плагин, который позволяет вызывать JavaScript-код из нативного кода и запускать нативный код из JavaScript-а, соответственно. Вот, если посмотреть на этот слайд, здесь видно два проекта. Project Explorer и Hybrid Service App — это нативный сервис. И Hybrid Web App — это как раз фронт-энд. И вот, если посмотреть на правую часть, в которой показана структура гибридного проекта, можно увидеть, что есть папочка BIM, в которой лежит exe-файл, то есть файл нативного сервиса. И ниже можно увидеть структуру веб-приложений. То есть фактически гибридное приложение — это два в одном. И с точки зрения Тайзен, это именно единое целое. Это приложение с одним и тем же ID. Это приложение при обновлении обновляется целиком. При удалении, соответственно, при установке также обрабатывается целиком. Невозможно взять и обновить там гибридную веб-часть или нативную часть, только целиком. Так, давайте посмотрим, как это выглядит. Вы скачали архив task.zip, распаковали его. И у вас сейчас выглядит это вот так. Теперь открываем IDE. Жмем правой мышкой на пустом месте в Project Explorer и выбираем импорт. Вначале будем импортировать нативный проект. Соответственно, выбираем здесь Tizen, Edit Projects. Жмем Next. Можете подождать, как всегда загрузится? А, да-да. Папки распаковывались, там один архив должен распаковаться, а одна просто папка, да? Да, одна папка и один архив. Так. А, все. Там, как выбрать новый проект, да? Так, открылась среда у всех? Да. Так, на пустом месте в Project Explorer правой мышкой импорт. Здесь выбрать Tizen Native Projects. И нажать Next. В открывшемся окошке выбрать... Сейчас в импорт нету Tizen Native Projects. Нет, у вас есть, а у вас не до конца устанавливается Tizen Native Projects. А у меня там плюс Nokia, он что-то говорил про Intel Invertualization не устанавливается. Нет поддержки. Это имеет значение? И это влияет на эмулятор? Ну, тогда нет, давайте полностью. Что выводы? Ну, может быть, какие-то галки на меня не были будут? Или выводы не до конца выучились? Нет? Да, это осталось, Игорь. То же самое? Да, вот просто Тайзинг. Так, а вы открыли IDE именно из состава Тайзинг СТК, да? Это не СДК по Вараму? Или СДК по Вараму? Нет, просто Тайзинг СТК. А, нет, это Вараму. Действительно. Все, понятно. Речь не о Вараму данном. О том, что после Мэйджа. О. Открылась? Да, нет Так, здесь нажмем next И выбираем selector file и путь к архиву медиасервиса Соответственно здесь появился проект медиасервиса Получилось? У меня немного по-другому выглядит По-другому выглядит? Ну там TizenNative и под ним еще некоторые виды его Есть там empty application, form-based application Вам не так сделано, вы создаете новый проект Не надо создавать новый проект, надо выбрать импорт Как дела? Продолжение следует... Жмем «финиш» и проект появляется в прошлых спорах. Все, нативную часть мы импортировали. Теперь делаем то же самое для веб-части. Сейчас у нас проиндексируется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господа, для веб-части делаем то же самое, только выбираем не «Netive Projects», а «Web Projects» и «Widget Piles». Жмем «Next». Здесь выбираем «select-truc directory» и выбираем уже не архив, а папку «Media UI». Соответственно, появился проект «Media UI». Соответственно, появился проект «Media UI». Соответственно, в Project Explorer у вас сейчас два проекта, при этом автоматически справа от названия «Media Service» в половых скобочках написано «Web Media UI». Это произошло потому, что если зайти в свойства проекта «Media UI» и зайти в Project Reference, можно увидеть, что выставлена зависимость от проекта «Media Service». То есть, всякий раз при сборке «Media UI» будет собираться «Media Service». И упаковщик «Tizen» сделан таким образом, что в пакет, полученный при сборке «Media UI», будет автоматически положен «Media Service». То есть, пакет у нас будет содержать оба проекта, если мы сейчас соберем «Media UI». Но это пока еще не делает его гибридным приложением. Теперь… Можете еще раз сказать, как «Media Service» добавить? Он автоматически может появиться. Ну вот я добавил папку, а потом, что нужно взять. Вы добавили папку, нажмите, нажмите, финиш. И запустите эмулятор. Вот кнопочка «Emuлятор Manager» из сервера отработки. Запускаем эмулятор в менеджер. Если не создано, создаем новую машину, даем какое-то имя. Остальное ничего не меняем. И нажмем «Lunch mode». И нажмем «Instagram Enter». Нажмем «Stat». Вот это, вот, Bunch mode. Продолжение следует...